здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина ну что посидим поговорим о вязании если честно все мои текущие вязальные дела можно охарактеризовать одним предложение уложить в одно предложение я распустила рукав укркелькаши и очень хорошо продвинула свой палантин запятая начинала много новых процессов запятая но они у меня не пошли вот так вот если у вас сегодня со временем плохо то в принципе на самом деле все если вы хотите побыть моей компании я расскажу об этом чуть подробнее поехали закон край гласит что запоминается значит да что в самом начале было и чем я видео закончу поэтому мы с положительненького мы начнем и закончим исключительно положительнее ну и мой палантин тают тают мои моточки тают не по дням а по часам а это значит что полосинчик раз раз палантинчик растет мне нравится то что получается я уже не раз подчеркивала что люблю простые модели они как-то вне возраста вне моды и вне времени ну это конечно вопрос спорный они просто мне к душе я так накинула типа он уже готов на самом деле нет не готов здесь еще вязать и вязать но с горки то есть половина связано и я иду так для себя бывалчи с бабушкой грядку полем 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 на половинку дойдем она танюшин к сгорке его я сейчас когда вижу и понимаю что половина пройдена до сборки но это наверное выражение но известно многим мне прям пишет иногда шутей на претензионной форме тани но в конце-то концов есть хоть один цвет который вам не идет я пока таких цветов не знаю мне идет абсолютно все а может быть я настолько люблю палантин я могу закосить что сейчас в джемпере сижу я когда научусь вязать шали может просто крыльчика деревенского не было на крыльчке но палантин я люблю давно вижу с огромным удовольствием вся та же резинка я уже говорила ангора 2 я этикетку сохранила когда будет вещь готова все покажу я успокоила что мне двух мотков точно хватит и мои мои остаточек еще наверное столько же от я же уже и кардиган шепот полы не связала и шапочки несколько связала и варежки связала если мне еще останется тот моток не трону то может быть тоже шапку свяжу потому что потому что это и это изделие эту эту вещь можно носить и как шарф как снут заполосатить заполосатить завинтить закрутить и можно как шарф тоже носить у меня сейчас вяжутся вот изделия где не нужно думать наверно много знакомых да когда душевник как-то тяжело я говорю ситуации в целом конечно я говорю ситуации с мамой вот вяжутся такие изделия но моя цель в апреле как стояла так и стоит закончить первомайским праздником хотя пусть так без вто без кружавчиков свой крутилькаш она у меня так и стоит однако так все закон края закончился по краешек запомнили значит плюсик до переходим к минусикам ой разденусь жара жара вещь получается теплюще махер молодая шерсть и папа много 50 процентов махера вот и помню больше ничего не помню я скажу опять отвлеклась от основной мысли я вернусь вернусь я удерживаю мне хочется это сказать вот вроде восторгнулась а не сказала что восторг восторгный в общем померила я рукав связала я рукав я же в прошлом ролике показывала там осталась одна резиночка я вижу не длинный рукав а три четверть не три четверти четыре пятых пять восьмых я не понимаю одним словом так сейчас я это унесу он отвлекать меня не будет палантичку я все вам расскажу как положено а то что-то я прыгну из мысли на мысли и так в прошлом видео вы уже я вам говорила что первый раз я связала как-то узковатый рукавочек и он не совсем ладил с кружевом а рукав будет заканчиваться именно кружевочком я полам может и когда я найду кружево другое я могу менять пока вот это хлопчатобумажное кружево я его значит разрежу пополам и будут выглядывать только вот эти штучки из-под рукава так хочу и пуговички я все новеньким стареньким я уже сто раз показала и деревянные пуговицы они на самом деле с какой-то надписью сердечком я тут вещи не люблю я бум и никому не расскажу вы тоже никому не рассказывать вот и померила я значит эту узенькую рукавочку поняла что нет надо немножечко расширить перевязываю правда не самого начала я сам начал привязываю какую-то выдумала убавку такой еще в жизни не было ни у кого и у меня в том числе широкий так получилось хорошо но я понимаю что вот какие-то два сантиметра лишковато тут каштай дуришь и кстати проходит вот это кружево проходит ладно мы там под кружевом не подходили нет он все подходит но как-то в общем и целом и такой маленький коротенький такой кулька шучек будет кардиганчик и думаю таня ты на мочи выйти не рукав выйти не да ну вот понимаете все конечно хорошо когда вот что то есть у меня многие поймут да я никогда не скажу а пойдет вот это не мое да я вижу на расколбасе да для меня вязание это что-то интуитивное но я же имею глаза я вижу поэтому принято решение распустить и поэтому меня видите клыбочек не пасмочка пасмочка бобиночка это второй рукавочек а за счет моток я сокраю немножечко опять сейчас мне легко если первый раз я сделала было узковато второй раз я сделала широковато средненько уж мне теперь да ну я не знаю бог троицу любит я обязательно свяжу нормальный рукав все сначала начала совершенно не жалею теперь значит мы с ним поговорили я могли новеньким говори же разговариваю связанными изделиями круто лькаш мне говорит игру чуть-чуть так товарищ я кашемир хочу люблю сколько ты говорил я не отказываюсь я кашемир хочу люблю я обалдела когда леночка лу мне подарил кашемир такой вот с белым краплет я сразу увидел что у меня будут под цвет вот этих крапушек значит пуговички и кружева я грудь здесь я не отказываюсь мой родной я говорю еще не раз давай по работе метра опасно такая есть еще на что что меня закинуть прям вот мы откровенно поговорили чтобы ты меня закидываешь и вяжешь значит другие изделия уже и все перечислил все я уж не помню что это навязала а он все перечислил значит из-под пирага то тебя вышла план тин твой горит шедевр твоя из остатков а я что не шедевр что ли я виноват что я не из остатков это моя рука будет заканчиваться кто-то мне еще говорил вот сюда нет 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 тут у меня все пикантненько все хорошо а это как будто нижнюю какую-то сорочку забыла и только рукава выдают мне тот факт что я значит забыла снять это прости меня пожалуйста ты прав надо всегда в разговоре я конечно могу там доказывать что не прав еще что то но прав ведь пацан пацан ведь прав я действительно много чего навязала и и поставив очередь тут я хотела было сказать нет у меня идешь по плану спинка значит в один месяц полочка другой даже с опережением помните связала с опережением две полочки хотя нужно было по полочке в месяц это не аргумент конечно же это не аргумент мальчишечка мой крокелькашиц имел все основания обидится что такой красавец а я его все это двигают и двигаю я даже не стала рассказывать что это дело ну как сказать в том что я не люблю соединять детали если бы он был цель навязанный все на эти детальки я соглашаюсь редко но соглашаюсь тут мне нужно было как-то стабильные швы все но сейчас это уже почему я молчу потому что мне же все соединено все соединено здесь уже как будто реглан отвязал два рукава осталось в общем я им пообещала ну как ты меня простишь или не простишь вот прощу куда стадеваться вот добрый пацан добрый а то же леночка орлов добрый я говорю так я больше ни одной вещи не закончу то что я не начинать не буду ни одной вещи мне было стыдно обещать потому что сейчас покажу своим вот я говорю больше не закончу ни одной вещи пока не закончу тебя вот прям палантин свяжу и останется только петли закрыть а я не буду закрывать не буду закрывать потому что мой крокелькашик недовязан я все силы брошу на крокелькаши следующий готовой работы наметила я себе уж очень хочется не люблю вот эти всяких там пионерских я хочу что в следующей готовой работой был крокелькашик буду начинать новую работу буду вязать когда идет дело до готовых изделий вот но мне кажется действительно если говорить серьезно будет полегче а потому что я теперь кажется знаю как связать рукав чтобы он мне понравился кто-то скажет о них вот мне даже вот я мерила при подруге к этой фигней страдаешь всего хорошо у нее первый раз было хорошо и второй раз хорошо а мне первый раз узненько второй раз широкенько потому что я вижу себя в этой вещи просто брючки или там юбочка это вещь мне в обтяг не надо потому что что обтягивать нет есть что обтягивать но лучше не обтягивать лишнего не надо потому что такой вот с очень уютной свободой облегание у меня так и будет так и будет как вот все что я вижу отличает одна единственная вещь я вижу себя в этом изделии вижу себя и поэтому вижу не вижу себя значит я не вижу в общем мы два рукава одолеем это моя задача поговорили отношения выяснили и теперь моя задача поставленное слово в общем-то выполнить и все обидки пройдут вот такая вещь будет когда я свечу долго мучаюсь у меня получается и когда не долго мучая получаем когда долго мучаюсь у меня получается просто фантастичь фантастичь какая экономная вещь а это же я такая маленькая была вроде бобиночка думаю ну ничего у меня вторая есть если что а теперь понимаю что мне одной хватит прям за глаза и у меня вот этот остатыш еще у бобинки плюс кашемир я сегодня буду ругаться сейчас еще про хлопок буду говорить я такими словами буду бросаться который раньше только слышала кориаджи кашемир от кориаджи это же ой я раньше слушала ничего не понимала сейчас ничего не понимаю но понимаешь что это что это ой в общем вот все два процесса это замечательно что я творила еще за чашечкой кофе сходите вообще все расскажу вы же посмотрите какая красота изначатыши цвета какие вау какие-то я очень люблю такие благородные цвета они вне моды это попытка номер я даже уже не знаю какая связать из-за вот этой чудесной baby cotton baby cotton yarn art цвет шикарный я уже говорила это у меня ползет зимы 407 уж очень мне цвет нравится и состав хлопок с акрилом полухлопок мягчайший я этих горловин уже я не знаю сколько попыток было то больше то меньше то передумала узор то рассчитала не так и у меня значит полоска из двух катался ты когда мне это останавливало ты просто рассчитай сдвинь там две петельки сюда две петли нет мне как я наметила так и надо вот поэтому это еще одна 100 какая-то попытка значит начать футболочку из baby cotton я пока не знаю на том я пути или не на том вот тут тоже уже сколько попыток остается за кадром это шикарный хлопок шикарный хлопок он у меня 8 моточков есть роли который называется мягче хлопка я не встречала образец их здесь лежит все здесь чин по чину здесь все прекрасно спицы толстые вяжи не хочу это не хлопок это сказка сереньким я буду его сочетать но тут будет серенький выглядывать как будто одну рубашонку я напялила и снять не успела хотела я с рыжими пуговицами от зелененький но потом значит 8 моточков у меня идея прекрасная вчера начала при всей своей любви горловине огромный я прям слишком огромный начала второй раз начала вязать мимо вот сейчас я набрала очень пока ничего говорить не буду я просто сказала круги лькаш это не ты-то мне мутишь воду а что мне ничего не получалось в откровенном то разговоре ешь не закончила он говорит я в общем знаете на самом деле вот эти мои попытки то начать это начать вот эти прыгунки они сейчас ни к чему пока я не выйду на финишную прямой как только я закончу с крокель кашем обязательно обязательно у меня все пойдет с новыми изделиями я так думаю я так думаю но продолжать вязать новые изделия я все равно буду потому что у меня из головы не выходит хлопок пойду вот эту красоту отнесу и продолжим с другой красотой и так мой вязальный мир в прошлом ролике я сказал что меня почему-то не почему-то а когда я значит я перекачивала ролики на дзен старенькие очень старенький скачиваю в хаотичном порядке скачиваю один из роликов был значит про то как я победила пропитку у хлопка я вам рассказывала что хлопок я вам обещала сегодня ругаться такими красивыми словами я сейчас еще буду достала я достала я вот эту бывшую бобиночку леночек орлову подарила так значит я забыл как там крукелька что кряджи до лора пиано и когда у девочку это как и певица с микрофоном лора пиано так лора пиано стопроцентный хлопок девочки я же такие только слыхать слышала а держать руках не держала леночка орлова горит на подержи то они ухо в руках и значит я говорила что когда стала вязать образец может даже ссылку на ролик оставлю как называется пропитка образец пропитка что-то как я вам говорил спицы грязнеют руки а я с этим впервые встретился между так интересно я никогда с этим не встречался знал что бобины пряжи в пропиточку что постираешь пропитка уйдет чтобы при вязании может быть такой вот как и с джутика мы вяжем ничего хорошего по ощущениям но потом преображение ну что вязать невозможно вообще спицы прям вот вот они так вот встретилась и лен мне говорит типа даже не мучайся отдай там у кого есть машинка я же все все размотала я вам все рассказывала на пасмочке стирала 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 в водах сушила 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 было летом жаркие были не и все перемотала вот у меня значит мне даже одна зрительница гортатьяна ставьте бобинку для украшения ну для красивых фотографий не стоит связь вот они не знаете хлопок от спальника да память то вот что значит не рубить в бобины пряжи вообще тогда счета забыли что я забыла сейчас с умным видом прочитаем лорпиано надо запомнить хотя бы две секунды а вы танку не знаете чтобы хлоп котлору пиано выбросить что вы с умным видом получилось как будто я знаю да вот даже сейчас трогаю у меня на руках опять вот это пропитка клубочки трогаешь уже абсолютно ничего нет а вот она для фотографии пусть останется для фотографий значит а но я когда посмотрим я это размотаю ну это для красивых таких буду когда вязать джемпер положу так для фотографии вот так и вот так и все фотографии и в прошлом ролике я вам рассказывал своих визуальных думках что с чем соединить и уже сейчас убрала я пряжу и с моисиком соединила в мыслях мыслях и с жемчугом соединила маис кукуруза там составе кукуруза сейчас не помню но у меня есть прямо из давай знакомиться ролик вот будут здесь выплывать если мы смотрим на youtube будут выплывать а если на дзене вы смотрите то как вот в поиск искать я точно про мои загрузила ролик мои сдавай знакомиться там образец какой но с чем я только значит просто лен хлопок вискоза соединяла все почему-то я уходила в светленькие немножко в рыженькие и тут вот как иногда помогают ваши комментарии как ваши комментарии помогать вы себе представить не можете казалось просто рядовой комментарии вообще читаю все может быть там когда не отвечу у меня со временем прям вообще беда беда я считаю смотрите что пишет тамара даже скрин ставлю добрый вечер татьяна часто смотрю ваш канал сама потихонечку вижу я тоже миксовать люблю я тоже миксовать люблю не надо бояться миксовать иногда удачи иногда нет но вот этот опыт когда ты соваю чуйку нарабатываешь вау это хорошо вот сейчас у меня на спицах тонкий хлопок плюс меринос на шелке и так чудесно получается пробую сначала свяжу снуды наверное снуды для внука затем митинг ну неважно что-то для внука потом мисинки себе и летит полет фантазии вы понимаете вот все про я зацепилась я зацепилась за меринос на шелке думаю таня таня у тебя же есть меринос на шелке тамар какой вам огромное спасибо я не знаю родиться или не родиться но я благодарю даже за полет как вы говорите фантазии полет мысли он может вырулить совсем не туда он может вырулить не туда но это неважно это неважно я же крутой и вот твой меринос мой меринос на шелке вот сюда я все гумен попьем нужно смиксовать потому что вот чуть-чуть не надо спицы потолще хотя можно и в одну я не помню ведь сколько при распаковке посылки по-моему я говорила тут я раз пойму хоть этикетка то есть я же ничего не понимаю но вы знаете в две нитки вязать не хочу толстовато будет все таки в одну мне для того чтобы вязать хотя бы на троечке с половиной нужно еще какой-то подмот просто просит душа и я пошла нашла свой меринос на шелке и меринос с шелком сейчас покажу вот это заклеена мериносилк тут я отклеивала видите половина отклеилась мерино отклеилась а еще силка шелк когда-то про эту пряжу тончайшую красивущую я что на такие оттенки то тянет видите кофе каковый за счет когда-то про эту пряжу мне написала тоже зрительница это было очень давно тогда я еще сотрудничал с магазином мир вышивки очень активно каждый месяц и значит там промо-код сейчас тоже промо-код действует кирмяшкин 10 по моему я оставлю ссылку на ролик где мы распаковываем пряжу и под этим роликом есть промо-код более активно пряжи занимался магазин мир вышивки раньше сейчас наверное тоже вот оборота держит на это не зрительница написал таня воспользовалась промо-кодом выписала мериносилк от сям да я слышать не слышала а пряжи то конечно это очень дорогая нитка но учитывая ее метраж под все получается как надо если же будет ее купишь то она в дело пойдет ну а качестве горит нитки вообще говорить не приходится я так опа глаза растопырил думать что замерин силк значит пошла я наверное не взяла и взяла такой цвет красивый красивый салатовый что-либо можно назвать тогда просто я же люблю пробовать то все новенькое все новенькое спицы рекомендуют два два с половиной 50 граммовые моточки длина нити 670 метров состав вот мы дошли на что меня направил я не помню точно процентный состав но вот этот комментарий точно ведь есть 75 процентов мериносовая шерсть экстра файн какая я стала слепая и 25 процентов натуральный шелк я из этой ниточки с низ этой а 100 зеленые вязала значит соединяла с беленькой беленькой такой бобинкой тоже леночка орлов мне дарила альпака я называю baby альпака какая-то такая тонкая нежная вообще вещь и зеленым цветом джемпер туман джемпер туман я вязала полотно сказочное не знаю вязать не знай трогать вот просто настолько сказочное полотно а так как у меня еще осталась одна бобинка такая же только темная светлинку я извязала на джемпер туман потом я и на варежки и носочки на шапочку это такая прелесть я вообще даже не знаю что это как это но это мягкость это мягкость мягкая и вот темная бобиночка у меня осталось ленга значит там есть альпака я называю baby альпака так я даже не знаю как выглядит спушеная baby альпака а для меня на так бобинка не родная я ничего сказать не могу и я почему-то по цвету думаю как я выпишу вот будет у меня второй джемпер ну типа туману не туман конечно по цвету там может быть бурой мишка я не знаю но они у меня не сладились нет кто-то конечно скажет что татьяна дизайнеры дизайнеры итальянские они же не обязательно тон в тон и все понимаю я как тот итальянский дизайнер все это сделала все это посмотрела это главное чтобы еще ведь екало в сердечке в твоем а то что там дизайнер это так сказать чего только не месяц да вот я брала итальянской пряжи в перми а прелесть прелесть я бы сказала что-то очень рыженького с очень коричневым вроде как не это и чем вот это вот будет хуже ничем может быть даже ну-ка 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 вы понимаете не понимаете что творится мысли на лету вот в этой же ниточки в этой же ниточки есть уже этот цвет ой мир внешне нельзя внешне за допускать вообще это я вот это все в ролик идет не по плану ролик идет не по плану еще одна идея танчики еще но это же еще лето впереди это надо к осени подумать так возвращаясь к напечатного как я люблю все эти вот одним словом одним слов одним одним двумя словами вот это меринора вроде как бы совершенно не похожие вот с этим но это не так скажите вот клубочки они немножко уже выдали водичка же была там пропитка восковая все это шло если взять вот не видно на камере если взять нетронутая она потемнее вот это посветлее это очень заметно и вот тут в недрах это и значит бобинки изначальный этот свет присутствует он там где-то совсем 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 кажется что коричневатость без красноты а кто нам мешает добавить в общем пока мои мысли еще себе бобинки погрохаются пока мои мысли бродят и это очень хорошо а вы себе представьте только представьте какой состав нет этой бобинку я положу потому что мы от нее руки сразу какие-то становятся липки вы только представьте какой хлопок стопроцентный от лора пиано мериносовая шерсть натуральный шел шерсть суперфайн это я запомнил вы знаете даже одну ниточку когда мы вплетаем вот эта рябушка как что я к этой рябушке пристала я ведь не любитель рябушки она ничегошеньки не теряет мягко говоря ничегошеньки а если еще две ниточки мы то вообще какой то знаете в общем сиди и представляй себя итальян это сказать что не подходит они туда-сюда девочка тут представить что это итальянский дизайнер что ты сидишь соединяешь нитки да сразу так все хорошо вот купила бы я такой от лор пиано а чем их уже чем а тут мордовии хуже пожалуйста пожалуйста и я хочу что-то очень свободный свободный джемпер возможно я подмотаю что-то другое но я я пока не убираю я люблю не убирать а зреть что ли вот есть такое слово зреть созревать это очень здорово очень правильно буду вязать свой крукелькаш и посматривать и они сами мне будут или ну шо ж ты ждешь танюха или нет они не на том пути но состав потрясающий и джемпер будет такой вроде с одной стороны простецкий простецкий я хочу очень свободно вот идет что хочу такой туверсайзе такое впечатление что мы лет 100 уже но осознание того что он все хлопок мирносую шерсть он очень хорошо подойдет к джинсам отсюда ко всему подойдет вот не выходит у меня тоже таких всяких уже коротеньких сейчас я себе навязала еще навяжу таких прямо картиганчиков красивеньких солидненьких а в таких шапаристых вещей у меня нет мне кажется хлопок от лордан как раз к тому и вот это пряжа как раз и наводит на хоть шапаристую вещь в общем спасибо вам за комментарий я на каком-то таком пути когда она работает серое вещество имеет состояние очень нравится и не важно что я потом возьму эту нитку соединив совершенно с другой совершенно с другой раскиты раскиты откуда берутся правильно с ваших комментариев мне одна женщина сейчас мы тему закроем что надо не скручивать а надо наоборот такое вот сделать вот значит хаотичный много-много ниточек и смотреть подходит или не подходит ну правильно потом распутывать такому вот и мне кажется вот что-то в этом есть что-то в этом есть и мне кажется этот вариант интересненьким я его рассмотрю я его смотрю там нельзя с образцом или как я его смотрю крукелькаш я помню что сначала довязать тебе в общем переходим к рубрике вяжем с татьяной отрывайтесь от вязания и поехали мы уже любовались платьями этой замечательной женщины а она горячь не все показала татьяна пишет екатерина я как вы неравнодушна к подсолнухом что есть то есть обожаю цветочки оси платье скидмахера с люрексом верх выполнен крючком и не спицами первое знакомство с итальянской бобедный пряжи пряжи в бобинах девочки ну и крючком и спицами и хоть чем и в подсолнухах ну это конечно прелесть огромное спасибо за статью очень приятно я написал статью на дзен куда поместила женщин в платье ручной работы и там была екатерина знаю как вы любите цветы все про меня знаю люблю спасибо котенька здесь я своем цветнике возле дома на мне платье связан крючком из полу хлопка девочки вдохновляемся джемпер мордовские просторы татьяна чем-то он мне напомнил наш национальный мордовский костюм дакать что то есть цвета такие но у нас все яркое пестрое это что то есть я согласна а так как я сама родом из мордовии как приятно но живу в рязанской области этот джемпер греет душу родина моей у меня нечего сказать вы прекрасны и в этом джемперикате это просто прелесть прелестная прелесть прелестная спасибо вам огромное за фотографии анжелика посылает немножко весны нам всем а видали разлеглась понимаешь на одуванчиках хотел сказать на подсолнух у нас тоже скоро будут одуванчики но так надо уметь но это это женщина позитив это женщина тут волной позитива а шут веет спасибо огромное анжелика у нас солнышко был один день а потом опять сегодня дождь я дождь тоже люблю я дождь и все люблю пожалуйста на травшки муравш как это я наверно такая горизонтальная фотография прям ставлю сюда прелесть золотые рученьки золотые рученьки анжелике это факт спасибо огромное выж посмотрите какие носочки связала элла вы знаете здесь мне особенно понравилось где фотографировать на кухне а где еще фотографировать носки вот мой человек мой человек я согласна крыночки полочка завитушка полочка и носочки вот я прям вот ну аплодирую наш человек наш человек а вот тут мне слабо тут мне слабо элла еще умеет вязать тунисской техники показала очаровательный плед кошарик заценил их кошарик чипа день не собачка шарик кошарик это я приблизила вот и мы конечно мы не можем не заценить это это прелесть это прелесть кто низк то низкой техники я вязать не умею я просто буду восторгаться как это делаете вы ирина прислала свою туничку джим пирог и и вы знаете я просто ощущаю рельефность вот этих листочков лепесточка как будто под рукой провожу и вот каждый листочек лепесточек когда как черепичка мне очень понравился этот переход от светло-желтого цвета к более насыщенным удачно и на руководчиках переход и значит на самом корпусе переход солнечная такая летняя как под солнышек я не знаю обожаю желтый цвет особенно летом и зимой его не хватает а летом вроде как в кон замечательно все аккуратненько аккуратненько прям начиная с горловины до последней петельки великолепия так ну давайте еще галина галина прислала фотографию добрый день татьяна связала на лето хэвер по вашему мк и секционной пряжи мк не снимает так звучит по рассказу личкам по моим рассказу личкам скажем так мне очень нравится ваша работа и подробно разъяснение обязательно одно удовольствие галя спасибо огромное спасибо огромное кто про что мне очень понравился деле мне очень понравился деле а тыковка на заднем фоне а собачучечка которая в кадры не вошла я ведь кто что я огород вижу я вижу огород прекрасное изделие вяжите девчата вот как нас украшают наши изделия нет ничего лучше связанное рученьками и покупной конечно поносим но рученьками связанное это рученька горловина тоже я люблю размахайстой горловины ничего не могу чувствуется галина тоже цвет серии моя розу сиреневый тона люблю танки ты не любишь а я все люблю прелесть прелесть спасибо вам огромное девчата я не считал сколько я фотографии взяла но пусть на сегодняшний день будет столько чтобы порадовать тех кто любит смотреть что девчата вяжут под моющие питания и не слишком утомить тех кто и не особо это любит про огород мы с вами поговорим в следующем ролике потому что подробный ролик вышел я показал свою рассаду надо несколько дней чтобы она как-то видоизменилась что ли хоть что-то было новенькое так сказать растет растет мне очень все нравится потихонечку полигончику вчерашний день солнечная на прям еще поднялась а вот сегодня дождичок перекур у нас в росте ну под дождичок тоже хорошо растется во всяком случае мне погода прям моя моя мне вяжется под не очень хорошо сейчас монтирую ролик и буду вязать большое спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут и все и и и и и и и и Продолжение следует...